Поскольку в данный момент у нас отсутствует категория видео и связанный с ней пункт меню, то мы, собственно, производим именно хитрую процедуру по созданию этих двух вещей. В нижней части, там где написано описание, мы можем что-то написать по этому поводу, сделать какое-то оформление, там заголовок 4, предположим. Но в данный момент мы этого делать не будем, оставим его на потом. Создаем пункт меню, связываем его с нашей категорией. Описание будет показываться после того, как мы добавим, она будет выражаться после нашего заголовка. Осталось внести здесь некоторые очевидные изменения. Собственно все, мы можем приступать к появлению контента. Как видим, появился пункт меню, но здесь пока ничего нет. И так мы хотим вставить видео из YouTube. Нажимаем «Встроить» и YouTube нам дает, собственно, HTML-код. Для того, чтобы его вставить, мы создаем статью. В данном случае нужно быть внимательным и подключить редактор. Для того, чтобы, собственно, наш редактор не будет вставил этот, я считаю, HTML как простой текст. А именно в страну, так что мы получим вставить вставляем в картию. Да. Итак. Так, мы, наверное, теперь мы источним в картию. И, наверное, это не стоит, но когда мы обычно размещаем. Итак, видео появилось, но, как видим, размер значительно меньше, чем позволяет качество видео представлено. То есть, максимальное 480p, то есть, мы можем немножко изменить этот размер в сторону увеличения. Собственно, есть желание сделать наше окошко 600 пикселей и по ширине без изменения пропорций самого окна. Итак, мы увидим, что окошко главное будет 60 на 492. Изменяем в нашем теге соответствующие параметры и смотрим, что наше окошко. Субтитры сделал DimaTorzok.